В эфире новости Дагестан, в студии Зухра Алиева. Здравствуйте. Коротко о главном. В Дагестане все спокойно. Согласно исследованиям Рео Рейтинг, наша республика признана одной из самых безопасных по стране. По старому маршруту. Хадж-компания «Марва Тур» возобновила прямые рейсы из России в Саудовскую Аравию для паломников. Пять золотых медалей из десяти. Триумфом борцов из Касавьерта в Каспийске завершился традиционный турнир памяти Али Алиева. Один человек погиб и один пострадал в ДТП в Кайкинском районе, сообщает пресс-служба МВД Дагестана. Накануне примерно в 22.00 на 898-м километре автодороги «Кавказ» 19-летний местный житель, управляя автомобилем «Лада Приора», двигаясь по обочине встречного направления, столкнулся с мотоциклом под управлением 36-летнего жителя Кайкинского района, после чего мотоцикл загорелся. В результате ДТП водитель мотоцикла от полученных тяжких телесных повреждений скончался на месте. Лекарственные закупки в Дагестане будут централизованы. Напомним, по отдельным препаратам в Дагестане есть перебои с поставками. Более того, имеет место и полное отсутствие некоторых иностранных лекарств, не имеющих отечественных аналогов. Централизация закупки по мнению вице-премьера Руслана Алиева поможет решить эти проблемы. Предложение чиновник озвучил на совещании правительства. Централизовать закупку препаратов планируется уже в следующем, в 2023 году. Дагестан признан одним из самых безопасных регионов страны. В исследовании, который провел РИА-рейтинг, наша республика оказалась в тройке лидеров субъектов России с низким уровнем преступности. Список возглавила Чечня и Ингушетия. За основу анализа были взяты данные МВД, Росстата, а также средняя численность населения на местах. Безопасность региона вычислялась, исходя из зарегистрированных преступлений на тысячу жителей. Хадж-компания «Марва Тур» возобновила прямые рейсы из России в Саудовскую Аравию для паломников. Напомню, в период обязательного хаджа этот воздушный маршрут успешно работал. Однако, в связи с событиями на Украине, в период Малого Хаджа эти рейсы были отменены. И вот спустя несколько месяцев компания возобновила прямые рейсы на Умра. Первых пассажиров провожали накануне из Махачкалы аэропорта и наши корреспонденты. Здесь, в аэропорту, более 180 улыбок и счастливых лиц находятся в ожидании перед поездкой на святые земли, наполненной благодатью пророка Мухаммада, мир ему и благословение. В наше непростое время, несмотря на все санкции и ограничения, которые встречаются при организации малого паломничества на территории России, хадж-компания «Марватур» организовала поездку 187 паломникам «Марва», подарив им возможность попасть на святые земли прямым рейсом. «Очень тяжелая была подготовка к этому вылету. Последняя неделя особенно была напряженная. Были ситуации, когда уже даже предполагали, что рейс может не состояться. Но хвала Всевышнему. Как говорится, всем миром решали этот вопрос. Очень много людей подключилось. Каждый оказывал свое содействие. В том числе это и хадж-министр Российской Федерации, это Совет по хаджу, это муфтиат Республики Дагестан, это муфтиат Чеченской Республики. Потому что следующий рейс сегодня утром вылетает из Махачкалы рейс из нашей соседской Братской Республики Чечни. Тоже паломники вылетают. Поэтому этот рейс был очень важен и нужен всем нам. И поэтому все максимум приложили усилий, чтобы он состоялся». Паломники пробудут Саудовской Аравии в течение 12 дней. На месте их будут сопровождать 4 руководителя. Несколько дней они пройдут на территории Священной Медины, а после отправятся в почтенную Мекку. «Мы сегодня, хвала Всевышнему Аллаху, являемся их руководителями, то есть помощниками. Будем им помогать и здесь, также и в Медине, и в Мекке. Ответим на их вопросы, сделаем так, чтобы они оставались довольными». Перед хадж-миссией каждый паломник испытывает радостное волнение. Ведь многие из них ждали этой возможности и считали дни, когда смогут снова отправиться на святые земли. «Ощущения, брат, я не могу словами описать, так как 11 лет я ждал этого момента после хаджа. Алхамдуллах, удастся в честь поехать. Что я могу пожелать, это много рассчитать салават на пророках и поставить цель ради Аллаха, чтобы поехать на эти святые земли. Желаю всем, чтобы каждый по 10 раз побывал там». «Чувствую, что я уже в хадж. «Уже в хадж?» «Я уже, пока сам на самолет не надо, уверен, тоже нету. Но чувствую, что в хадж. Я была там несколько раз, но на этот раз так хорошо я чувствую, с руководителем познакомилась, еще и люди хорошие у нас». «Честно сказать, я в предвкушении, поэтому пока у меня никаких эмоций нет. Я надеюсь, что я полечу. Я надеюсь, я очень надеюсь, что я все-таки прилечу туда, увижу все своими глазами, поэтому…» Саид Миджидов, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала. Духовное наследие шейха Джабраила Афанди Цахурского. На эту тему в историческом парке «Россия. Моя история» состоялся круглый стол. Выступавшие на маджлисе рассказали о биографии и наследии известного ученого. Так, историки отметили, что Джабраил Афанди был преемником шейха Махмуда Афанди, а свое духовное учение он передал Абдурахману Хаджи Аля Савим. Участникам был показан и документальный фильм о духовном наставнике из Сахура. «Сейчас такое время, когда у молодежи вообще другие кумиры, другие примеры для подражания. И очень, я думаю, очень будет хорошим, когда наша молодежь за нашими учеными будет следовать. И тем более, такие боговодные маджлисы, на которых упоминаются хорошие люди, это причина для неспосылания милости Аллаха на эти маджлисы, да, как большие ученые говорят, то есть при упоминании хороших людей, благочестивых людей, на это место неспосылается милость Всевышнего Аллаха. И я думаю, очень большая милость Аллаха постигла нас вот благодаря этому мероприятию». «Видели очень много мероприятий, но такого мероприятия, как сегодня, первый раз вижу. Потому что это мероприятие оживляет сахурский народ, народ всего Дагестана. Значит, люди немножко раньше отошли от религии. Вот сейчас мы как раз приближаемся к религии. Плотно. Дай Аллах здоровья всем, кто организовал». Мероприятие было организовано Фондом возрождения Цахурской долины при поддержке Минаса и Муфтията Дагестана. В Махачкале благоустроили двор, в котором живет ветеран. Дворовую территорию многоквартирных домов по улице Зои Космодемьянской, 58, открыли после ремонта. На торжественное открытие прибыли чиновники столичной мэрии. Для местных жителей Управление культуры столицы подготовило праздничный концерт. Напомним, ветеран Великой Отечественной войны Ильяс Казиханов в прошлом году обратился к мэру Салману Дадаеву с просьбой благоустроить территорию возле подъезда, чтобы вместе с внуками и правнуками проводить досуг во дворе. Также накануне после капитального ремонта открыли и передали махачкалинцам двор по проспекту Шемеля, 101-Б. Здесь появилось несколько детских площадок, воркаут с травмобезопасным покрытием и парковка. Были установлены малые архитектурные формы и объекты уличного освещения. Мы постарались учесть все ваши пожелания. До конца года мы откроем и сдадим 23 дворовых территорий и 7 скверов. Я очень рад видеть здесь очень много детей. В первую очередь поздравляю их. Цените, берегите. Это все ваше. Мы очень сильно старались и постарались учесть все ваши пожелания. И о спорте. Пять золотых медалей из десяти. Триумфом борцов из Касавюрта в Каспийске завершился традиционный турнир памяти Али Алиева. Соревнования в честь пятикратного чемпиона мира проводятся в 52-й раз. За награды и денежные прессы боролись около 200 спортсменов из пяти стран. Тему продолжит Курбан Рагимов. Азарт, напряжение и крики болельщиков. Это финал в полутяжелой категории. К восторгу трибун 19-летний махачкалинец Магмед Расул Мутаев ведет в счете вице-чемпиона России Шамиля Мусаева. Однако во втором периоде более опытный мастер-международник из Хасавюрта сумел перехватить инициативу. Сенсации не произошло. Впервые выиграл. Я уже 23 раз боролся. Никак не удавалось выиграть. И вот неужели наконец это свершилось. Турнир не такой. Прямо уже хороший был в этом году. Меньше состава было. Но все равно имя есть у турнира. Я молодой, но кровь кипит у него нормально. Его тоже можно поймать. Он тоже вышел так же, как и я бороться. Но, видимо, энергии побольше у него, чем у меня. Можешь сказать, ты на опыте выигрался? Наверное, да. Так как я старший. И больше в борьбе, наверное, поэтому... Помимо Шамиля Мусаева, медали высшей пробы в северную столицу республики увезли братья Муса и Муслим Мехтихановы, Рамазан Ферзалиев и Аманулага Джимагамедов. Для каждого из них триумф на Алиевском – одно из самых высоких достижений во взрослой борьбе. Турнир имеет богатую историю. В этом году побороться за награды и денежные премии приехали представители только пяти стран. Но, несмотря на это, болельщикам есть на кого посмотреть. Торжественное открытие соревнований посетил глава региона Сергей Меликов и другие представители органов власти, а также близкие родственники Али Алиева. Организаторы уверены, для дагестанской молодежи участие в мемориале пятикратного чемпиона мира послужит трамплином для будущих побед. Я думаю, что это неотъемлемая часть борьбы республики. Этот турнир уже на протяжении 50 с лишним лет идет и очень престижно считается стать его победителем. Мне бытность борца довелась только серебряным призером стать и бронзовым чемпионом не смог стать. Но всегда было престижно. И сейчас, даже сегодняшний турнир, хоть и гостей у нас мало, тем не менее, очень интересный турнир получился. Сегодня у нас руководство республики, глава и председатель правительства посетили этот турнир. Это, имеется в виду, для нас очень важно. Мы рады, что они посетили. Первое золото столичным вольникам принес Касум Касумов. В финале одной из самых конкурентных категорий до 74 килограммов ему противостоял третий призер чемпионата России Магомад Бергаджиев. Касумов с первых минут вел с минимальным преимуществом, а исход этой напряженной встречи предрешил один эпизод, где борец из школы Садулайва заработал два балла и ушел в отрыв. В оставшееся время борец в красном трико хорошо оборонялся и смог удержать преимущество. Свою победу на таком престижном турнире борец посвятил отцу. Конечно, мечтал этот турнир выиграть. Со второй попытки получилось выиграть. Муратский финал был. Очень хорошо друг друга знали, тренировались вместе и тренируемся. Его тоже поздравляю. Спасибо им большое тоже. Ты как на него настраивался? Не просто на бороться? Да, на все 6 минут настраивался. Очень такая тяжелая схватка была с ним. В остальных весах победы праздновали еще один махачкалинец Даурен Куруглиев, а также Мурад Евлоев из Ингушетии, осетинский вольник Заур Макеев и представляющий Краснодар Абдулла Курбанов. Золотые медалисты турнира получили по 100 тысяч рублей. Также денежные премии были предусмотрены и для их тренеров. Курбан Рагимов, Магмед Магомедов, телеканал ННТ, Каспийск. Смотрите наши выпуски также на нашей странице ВКонтакте и на Яндекс.Зен. А у меня на этом все. Добрых вам новостей и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин